В Москве прошел традиционный смотр строительной техники под названием СТТ. В этом году новинки выставили главным образом отечественные марки. Мощнее других выступил КАМАЗ, презентовавший самосвалы нового поколения. У этих машин мерседесовская кабина, но более компактного формата, нежели на флагманском тягаче 54901. Без спальника, меньшей ширины и с низкой крышей. Кроме того, строителям полагаются стальные бамперы и защита фар. На выставке были показаны две машины с колесными формулами 6х4 и 8х4. Обе оснащены 450-сильными КАМАЗовскими шестерками и, что несколько неожиданно, роботизированными 12-ступенчатыми коробками передач фирмы ZF. Продажи грузовики, полной массой 41 и 50 тонн, соответственно, пойдут только осенью. За трехосник хотят просить около 10 миллионов рублей, а четырехосная вариация обойдется примерно на миллион дороже. Еще одна новинка из набережных щелнов – беспилотный четырехкосный самосвал. Он создан, чтобы автономно двигаться по полю за комбайном, а когда кузов заполнится, самостоятельно съездить на разгрузку. О серийных перспективах автономного 30-тонника говорить пока рано, поэтому для нас любопытнее другое. Неужели такой дизайн скоро примерит кабина образца 76-го года? У нового бескапотного Урала дизайн спокойнее. Этот дорожный самосвал 6х4, которому досталась основательно переделанная кабина от Ивека – серии Турбо. Ее уральцы получили от итальянца в больше четверти века назад. Впрочем, экстерьер немолодого кабинного модуля освежили пластиковым обвесом, а внутри появился полностью новый интерьер. Просить за новинку марка «Урал» хочет вполне гуманные по меркам класса 5 миллионов рублей. В движение самосвал приводится двигателем ЯМЗ мощностью 420 сил, с которым состыкована китайская 12-ступенчатая механика, передающая момент на китайские же мосты. Полная масса такой машины – 35 тонн. Главными потребителями новых КамАЗовских и Уральских самосвалов, безусловно, будут российские дорожники. Для них немецкий производитель прицепов «Шмидс Каргабул» приготовил неожиданный сюрприз – специальный полуприцеп для перевозки асфальта. Последнему полагается полная термоизоляция, чтобы горячий асфальт оставался таковым как можно дольше. Кроме того, за доплату доступен ассистент, позволяющий синхронизировать скорость движения асфальтоукладчика и автопоезда без участия водителя. Продолжение следует...